ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм, да будет благословенное имя Господне! Мир вам, возлюбленные! Спасибо, что смотрите передачу «Узнавай еврейского Иисуса». Синтия, моя дорогая, сегодня я буду проповедовать о единстве и любви. Недавно Бог открыл тебе нечто во сне, что связано с этим. Да, Он явно говорил мне об этом на протяжении этого года. Он говорил о единстве, общности братьев. Где-то неделю назад мне приснился сон. Мы были в поездке, мы двигались по горе. Я была так сосредоточена на том, чтобы добраться до точки назначения, до вершины горы, что потеряла из виду тебя. Господь сказал мне, что вопрос не в том, чтобы добраться до цели. Я слишком сосредоточилась на этом. Вопрос в том, чтобы вместе проходить путь. У меня было ощущение, словно Он сказал это всей церкви. Мы должны двигаться вместе с церковью, в единстве, чтобы достигнуть своего места назначения в Господе. Это чудесное слово. Единство приносит жизнь, а разделение приносит смерть. Многие из нас фокусируются на работе, достижении, повышении, теряя связь со своей семьей, супругами, детьми, внуками. Бог желает напомнить нам сегодня, что жизнь кроется в отношениях. Давайте помните об этом, возлюбленные. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Шалом Алейхам. На прошлой неделе мы открыли Откровение, 15 главу, и прочитали там, что попав на небо, мы будем петь песнь Моисея. Я пел ее в прошлом выпуске. Это песня из Откровения, которую называют «Песню Моисея», включает в себя «Песню Моисея», о которой мы читаем в Исходе». Кстати, это также 15 глава. И сегодня я спою вам еще одну песню. Я не певец, конечно же, так что не судите строго, но я люблю славить Бога. Она из 15 главы Исхода. Мы читаем там в первом стихе. «Тогда Моисеи сыны Израиля бы воспели Господу песнь сию и говорили, «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его вергнул в море. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его Он вергнул в море. Господь, моя крепость, Он был мне спасением. Господь, крепость моя и слава моя. И Он был мне спасением. Господь, моя крепость, слава и сила». Баруха Шем, да будет благословенно имя Господне сегодня. Сегодня я продолжу изучать 33-й псалом. Я хочу рассмотреть 15-й стих. У нас был первый сезон по этому псалму, а сейчас мы в середине второго. Я советую вам просмотреть весь этот цикл. Мы рассмотрим 15-й стих. Это Слово Божие. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Я много говорил о том, как уклоняться от зла, и поэтому не буду фокусироваться на этом сейчас. Я сконцентрируюсь на второй части 15-го стиха. «Ищи мира и следуй за ним». Уверен, что вы знаете людей, про которых нельзя сказать, что они ищут мира. Если вы с ними, то они начинают говорить о других, насмехаться над другими. Они просто сеют разделение. Возлюбленные, мы должны ходить в помазание. Если мы хотим быть в убежище Бога Отца, Хошема, мы должны быть миротворцами. Иисус сказал в Нагорной проповеди, «Блаженны миротворцы». Мы всегда должны спрашивать себя, несут ли мои слова мир или разделение. Я хочу сказать вам, единство приносит жизнь. Разделение приносит лишь смерть. Мы должны активно искать мира и строить мосты мира. Каждый может критиковать, жаловаться, быть источником разделения. Не нужно усилий, чтобы разделять, чтобы сеять рознь и разделение. Это дух века сего. Мир покрыт сьмой. Иисус сказал, что место, в котором мы живем, это место, где находится престол сатаны. Иешуа царствует над всем. Но он сказал, что сатана рыщет по земле, ища, кого бы поглотить. Для того, чтобы критиковать и сеять раздоры, не нужно особых усилий. Но чтобы быть миротворцем, искать мира, нужно прилагать усилия. Все благочестивое требует усилий. Все, что вы делаете, чтобы назидать себя в духе, требует усилий. Река этого мира течет не в том направлении. Иными словами, не нужно особых усилий, чтобы следовать похоти плоти. Вы просто плывете по течению, следуете своим импульсам, едите, что захотите, и не дисциплинируйте себя. Вы не прилагаете никаких усилий. Вы окунаетесь в наслаждение по первому импульсу. Для этого не нужно усилий. Это естественное положение тела, которое лишь укрепляется культурой сего века. Но чтобы противиться злу в телесных импульсах, удаляя зла, чтобы противостоять раздору и искать мир, мы должны прилагать усилия. Бог поместил нас в мир, в котором нужно прилагать усилия, чтобы возрастать в нем. Вот почему Иисус сказал, «Подвязайтесь». Послушайте, что сказал Иисус. Он сказал, «Подвязайтесь». Пожалуйста, задумайтесь над этим словом. «Подвязаться» — это значит испытывать невероятное желание. Если вы говорите, что кто-то подвязался, сделает что-то, или жаждет достичь цели, то это означает, что этот человек прилагает невероятные усилия. Он жаждет. Послушайте, что сказал сам Иисус. «Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут войти и не возмогут». Путь, ведущий к жизни, узок, и мало кто находит его, а путь к погибели широк. И многие идут по нему. Иисус сказал, что для того, чтобы следовать по пути к жизни, мы должны будем стараться, и это связано с нашим местом Писания на сегодня, 15 стихом, «Ищите мира». Поиски мира подразумевают старания, усилия. Господь сделал так, чтобы мы прилагали усилия, потому что, прилагая усилия, прежде всего, в духе, мы с вами становимся сильнее именно там, в духе. Вспомните, как Иешуа начал свое служение. Он начал свое служение с того, что пошел в пустыню после крещения на реке Иордан. «После того, как Иоанн Креститель погрузил его в воды реки Иордан, Иешуа вышел из воды, и Господь, Бог Отец, проговорил к нему. Он сказал, «Ты, Сын, Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И сразу после этого мы читаем такие слова. «Дух Господень повел Иисуса в пустыню, где дьявол искушал его сорок дней и ночей». Зачем? Бог повел Иисуса в пустыню, чтобы дьявол искушал его там сорок дней до того, как Иешуа начал свое публичное служение. Задумайтесь. Он хотел, чтобы Иисус противостал искушениям дьявола. Сила Иешуа достигла совершенства, когда он противостал тьме. Библия говорит, что Иисус же преуспевал в возрасте Бога и человеков. Иными словами, он должен был достичь своей полноты. И часть достижения полноты Иешуа, достижения полноты силы для исполнения чудес и смерти на кресте включала в себя противостояние силами тьмы в пустыне. Это противостояние сделало его сильным. Писание говорит, что после сорока дней борьбы в пустыне силами тьмы он вышел из пустыни в силе Руаха Кадеша. Не сказано, что он пошел в пустыню в силе Духа, но мы читаем, что он вернулся из пустыни в силе Духа Святого. Божья сила, как говорит Павел в послании к Коринфянам, 10 главе, Божья сила совершается в немощи Иешуа. Иными словами, когда Иешуа держался за Отца, за Слово Божие во время этих страшных искушений, Божья сила совершалась в нем. Точно так же, когда мы с вами идем против течения этого века, противимся окружающей тьме, которая хочет использовать нас для разделения, для критики, для жалобы. Когда мы противимся этому, делая то, что Давид говорит нам в 15 стихе, ища мир, вот тогда мы обретаем силу. А когда вы обретаете силу, вы становитесь счастливыми. Итак, противостойте тьме, критике, осуждению, и вместо этого ищите мира, ищите любви, потому что любовь покрывает множество грехов. Давайте будем миротворцами, блаженны миротворцы. Бог благословил нас, позволив путешествовать по миру, проповедуя Евангелия в разных местах. Недавно мы были в Уганде. Несколько дней назад мне написал один из местных пасторов. Он хотел знать, как произносить определенное еврейское слово. Он сказал мне, что каждый раз, когда я говорю слово на еврите, он записывает его, потому что хочет выучить эти слова на еврите. И поэтому сегодня я хочу научить вас следующей фразе на еврите. «Шевах лаэл». Это значит «слава Богу!» «Шевах лаэл». Мне нравится эта фраза, потому что в корнях нашей души, нашей сущности, мы должны понимать, что Бог желает, чтобы все жило для Него. Слава Богу! В Нем все живет, движется и существует, потому что все от Него к Нему и им. мы говорим «слава Богу!» или «Шевах лаэл» на еврите. «Шевах слава Богу!» Итак, «Шевах лаэл слава Богу!» Мы созданы для Его славы. Он спас нас для похвалы Его славной благодати. И каждый раз, когда мы просыпаемся утром, мы должны думать вот о чем. Отче, как мне исполнить твой план на мою жизнь сегодня? Как мне почтить и прославить Тебя?» Шевах лаэл. Далее мы посмотрим на 16 стих. «Очи Господни обращены на праведников». Есть другое местописание, которое говорит, «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Иными словами, Господь желает благословить нас. Он желает проявить себя в силе в нашей жизни. Но для того, чтобы Он высвободил эти благословения, в нашей жизни должен появиться канал верности Ему. «Очи Господа обращены на праведников, ибо очи Господа обозревают всю землю. Он ищет кого-то, кого бы Он мог благословить. Он ищет кого-то, кому мог бы открыть себя. Он ищет кого-то, для кого Он мог бы сотворить чудо. Но для того, чтобы Он мог благословить людей и сотворить чудо, чтобы Он мог окружить нас своей явной славой, мы должны смотреть только на Него. Это то, о чем Иисус говорил нам в Евангелии от Иоанна. Он сказал нам в 14 главе, посмотрите, «Если будете любить Меня, повиноваться Мне, соблюдать Мои слова, Я явлюсь вам, мы с Отцом сотворим обитель вашей жизни». Обратите внимание на то, что Бог желает благословлять. Бог желает сделать что-то для вас. Бог хочет явить Себя в силе вашей жизни. Но для того, чтобы Он мог сделать это, мы должны выполнить свою часть. Многие из нас хотят, чтобы Бог действовал ради нас. Мы пассивно ожидаем, когда Он сделает что-то в нашей жизни. Безусловно, мы должны ожидать Бога. Он суверенный и может благословить нас, независимо от того, что мы сделали или чего не сделали. Так бывает. Бог благословлял меня много раз, когда я не делал ничего. Но есть и другая истина, которую мы должны понимать. Вопрос не только в том, что Бог делает свою часть, а мы пассивно ждем, надеясь, что Он сделает что-то. Нет, есть нечто, что мы можем сделать, чтобы побудить Его к действиям. Вспомните историю женщины с кровотечением. Ешуа шел и служил в толпе. Вокруг Него было множество людей. Многие люди прикасались к Нему, так что было практически невозможно подобраться к Нему. Но там была женщина, которая сказала, «Если только прикоснусь к Нему, то точно выздоровею, я получу исцеление». Эта женщина пробилась через толпу. Ей пришлось приложить усилия. она пробилась через толпу и прикоснулась к Нему сзади. И как только она прикоснулась к Нему, Иисус обернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко Мне?» Ученики посмотрели на Него и сказали, «Господи, а что ты имеешь в виду? Здесь все прикасаются к Тебе, здесь столько людей, что ты имеешь в виду?» Иисус сказал, «Нет, прикоснулся ко Мне некто, потому что Я почувствовал силу, исшедшую из Меня». Эта женщина прикоснулась к Нему со словами, «Если только прикоснусь к Нему, то исцелюсь». Это прикосновение имело силу. Она ожидала нечто от Него. В итоге эту женщину нашли. А знаете, что Иисус сказал ей? «Женщина, вера твоя исцелила тебя». Я хочу, чтобы вы задумались над этим. В той ситуации Иисус не выбрал эту женщину из толпы, чтобы исцелить ее. Нет, ее вера побудила ее пробиться через толпу и прикоснуться к Нему, чтобы получить сверхъестественное исцеление. Ее вера высвободила его силу. Я пытаюсь показать вам нечто. Некоторые из нас ожидают, чтобы Бог сделал что-то в нашей жизни, но мы должны понимать, что мы внизу влияем на мир наверху. Не только Бог выбирает сделать что-то. Я сделаю что-то для нее, но не для него. Часто мы с вами делаем что-то, что касается его. Господь говорит, что его глаза обращены на праведных. А что это означает? Когда мы с вами ходим перед ним в его благодати и целостным сердцем, правильно, поступаем с другими людьми, ставим его на первое место, его взгляд обращен на нас. Он сделает что-то, чтобы благословить нас. Давайте не будем просто пассивно ожидать от Бога. Мы можем влиять на него, чтобы он прикоснулся к нам. Ну, а теперь мы продолжаем. И уши его к воплю их. Вот что сказано далее. Он слышит тех, кто любит его, кто ставит его на первое место, кто выбирает его. В 18 стихе мы читаем «Взывают праведные, и Господь слышит». Это та же истина. Праведные это люди, живущие ради него. Он слышит их крик, он избавляет их, он с ними. Давид говорит «Я не видел, чтобы Божьи дети были оставлены близок Господь». 19 стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем». Я хочу, чтобы вы услышали это. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Я знаю, что многие из вас могут сказать об этом. Я больше всего ощущал связь с Богом, больше всего ощущал о любви в духе, когда я был сокрушенным сердцем перед Господом. Это были времена, когда меня бросали все. Именно в такие моменты Бог приходил ко мне. Я ощущал, как Его любовь оборачивала мою душу словно теплое одеяло. Я помню, как много лет назад меня выгнали из дому. Это было почти 40 лет назад. Меня выгнали из дому в основном из-за того, что я верил в Иисуса. Я не был совершенным человеком, но меня выгнали из дома из-за моей веры в Иисуса. Я помню, как потерял всех своих друзей евреев, потому что они считали меня сумасшедшим. В первый же день мне нужно было найти квартиру. Я помню, как проснулся на следующий день, после того, как меня выгнали из дому. Я помню, как вышел из дома и начал рассматривать окружающий мир. Я вышел из квартиры и начал рассматривать улицу. Это было нечто. Все, что я видел, было окутано пузырем мира. Это было нечто. Мир выглядел совсем иначе. Все, что я видел, было покрыто мягкостью Божьей любви. А почему? Да потому что отец, Бог, нес меня. Меня выгнали из дому. Я потерял всех своих друзей. У меня не было ничего. И вот в этом состоянии разбитости Бог знал, как сильно я нуждался в его сверхъестественной помощи. Он держал мир передо мною. И все, что я переживал, было покрыто его мягкостью. И то же самое он делает для всех своих детей. Помните, Дэвид сказал, «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Он никогда не бросит и не оставит вас. Даже когда наши волосы поседеют, Он не оставит и не покинет нас. Мы верим, что даже старее. Будем переходить от славы к славе, от благодати к благодати, от веры к вере. Иисус во время первого чуда превратил воду в вино. Это произошло после того, как хорошее вино на свадьбе выпили. Иисус превратил воду в вино. Они подошли к распорядителю пира и сказали, что происходит, ты оставил лучшее вино на потом. Большинство людей сначала подают лучшее вино, и когда его выпьют, начинают подавать уже плохое. Я считаю, что это пророческий образ нашей жизни в сверхъестественном. Когда мы ставим Иисуса на первое место, последующие годы нашей жизни позднее вино будут лучшими годами нашей жизни, потому что мы переходим от благодати к благодати, от силы к силе, от славы к славе. Я люблю вас, но еще важнее, что Отец любит вас. Он так сильно любит вас, что послал своего сына, чтобы привести вас к себе. Возлюбленные, Он не оставит вас. Продолжайте ставить Его на первое место в вашей жизни. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва рехехе я ва и шмар э ха я э р я вэ панав э лэ ха в ху не ха и са я вэ панав э лэ ха вэ а сэм лэ ха ша лом пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам да обратит Господь лицо свое на вас и пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни попросили будет им от Отца Моего Небесного позвольте нам молиться о вас присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение вышлите нам свое свидетельство мы хотим радоваться вместе с вами ваше свидетельство вдохновит других мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз и вы узнаете как Бог использует эти времена чтобы приблизить нас к себе вы получаете назидание вере и обновление через проповеди Равина если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера мы приглашаем вас стать нашим партнером достигая Израиля и весь мир заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране чтобы стать партнером в служении Равина снарядить тело Христа созидать церковь и благовестовать этому миру благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского Иисуса сможет достичь мест которые мы не смогли бы достичь без вашего участия вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения царя Иисуса когда я только принял спасение в 78 году я знал что Бог суверенный и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему но я не понимал что Господь ждет чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь я обращался к Нему как к Богу Всемогущему но я не понимал того что Бога трогает когда я по собственной воле принимаю решение любить Его я понял что Бог не только всемогущий но еще и самый смиренный во Вселенной Его глаза осматривают всю землю в поисках тех кто ответит Ему взаимностью это откровение изменило меня я верю что оно прямо сейчас меняет многих из вас пока я говорю все это но как же мы отвечаем Богу взаимностью если наше служение благословляет вас если вы верите что в этом есть Бог если вы чувствуете что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования то будьте послушны ему и вы не пожалеете об этом шалом вам если вы хотите стать нашим партнером то отправите свои пожертвования по адресу который вы видите на экране для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс или же вы можете сделать это на нашем сайте в знак благодарности мы вышлим вам аудио проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет телевидение и Крусейды свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7 на земле многие из нас верны Господу в финансах если вы желаете почтить Господа своими финансами отправившись на небеса зайдите в раздел завещания телепередача Равина Шнайдера узнавая еврейского Иисуса теперь доступна на русском языке на YouTube Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса слушая и применяя принципы этих уроков вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал узнавая еврейского Иисуса также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода отлично одарю Продолжение следует...